В работе общественного совета принял участие глава города-курорта Сергей Сергеев. Для меня ваше мнение во многих, практически во всех моментах, играет решающую роль при принятии тех или иных решений. Сегодня руководство страны, вы все об этом знаете, призывает граждан к активному участию в местном самоуправлении, то есть идет активное развитие гражданского общества. Но ваше мнение по рассматриваемым вопросам для меня довольно значимо. Депутат Законодательного собрания Край Николай Иванюшкин, и он же председатель общественного совета города-курорта, ознакомил собравшихся с планом работы на второе полугодие. Дополнение внес председатель Совета ветеранов Анапы Анатолий Максимович Гапонов. В ближайшее время помочь ветеранам и пожилым анапчанам с доставкой им почтовой корреспонденции, пока почтовики не наладят работу. В целом план принят. Второй вопрос о совместных действиях общественности по обеспечению межнациональной стабильности. Мэр Сергей Сергеев рассказал, что сделано, чтобы упорядочить контроль за мигрантами из Республик бывшего Союза, прибывающих в Анапу в основном на заработки. Около 50 анапских строительных организаций привлекают рабочую силу из-за рубежа. Мы предполагаемым работодателям, который привлекает иностранную рабочую силу, раздали так называемые заявления, которые они должны оформить в наш адрес, где берут добровольно на себя обязательства по круглосуточному контролю за пребыванием этой категории людей у нас на территории, и исключил их бесконтрольное групповое проживание, нахождение здесь на территории. Кроме этого, мы организовали ежедневные рейдовые мероприятия. Рейды проводят сотрудники миграционной службы, полиция, администрация, казачество, чтобы пресечь незаконное нахождение на территории города-курорта иностранных граждан. Начальник отдела миграционного контроля Василий Каргулёв привёл по этому вопросу данные статистики. С начала года в Анапу прибыло 10 700 иностранных граждан, что несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая работа проводится по выявлению нарушений правил пребывания. В приёмнике распределителей с последующей депортацией на сегодня определены 92 человека. Общественный совет города-курорта принял обращение к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу с целью обеспечить безопасность и покой как жителям города, так и гостям курорта. И третий вопрос не менее важный – об организации движения «Курортный сезон». На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о целесообразности организации пешеходных зон в следующих местах. Это улица Набережная, улица Горького на участке от Театральной площади до улицы Красноармейской. В посёлке Джиматы, это в районе первого проезда, проезда Уральска, улица Морской, Песчаный, Виноградный, Парковый, Белийный. Председатель Совета общественности посёлка Витязево Сослан Теблоев и заместитель Атамана Анапского районного казачьего общества Анатолий Кислицкий попросили на время курортного сезона обеспечить дежурство сотрудниками ДПС центральной улицы Витязева-Черноморской, где нарушаются правила парковки и движения, что называется, на каждом шагу. Несмотря на то, что в пик курортного сезона отдел ГИБДД загружен работой, мэр Сергей Сергеев обещал помочь. Ну, я думаю, найдём на Черноморскую, решим что-то. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа-регион.